Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Небольшой обзор того, как сейчас укореняются дальше листики в зип-пакетах. Очень такая тема интересная. Мне понравилось укоренять в зип-пакетах, потому как можно отследить, что происходит с листом быстро. В тепличках очень сложно проверять. Я сейчас покажу то, что у меня укореняется, как заказы, которые я укореняла и получала, распаковки этих заказов. Я показала все в основном замечательно, но есть небольшие моменты, которые нужно осветить и показать, потому как все мы заказываем растения по почте и они конечно к нам не с луны прилетают и мне также. Вот это вот идут уже заказы, которые ваши укорененные. Вот они уже даже потолку подобрались. Все отлично укореняется, замечательно они растут, все листики свежие, здоровые. Так что укоренение в зип-пакетах отлично можно отследить, что происходит с листом. Вот они все укорененные, все замечательно. Я конечно вот уже вижу, прохожу, вижу, что грунт подсох и нужно в этом случае немножко добавить водички. Рядом висит укорененный, все замечательно, у него влажно. Вы задаете вопросы и я постараюсь в этом видео ответить на вновь поступившие вопросы, что как происходит. Конечно в этих пакетах грунт при транспортировке может немножко растрепаться, ничего страшного, то есть его можно почистить, а можно также и оставить дальше, продолжать ни в коем случае это не вредит этим листикам. Потому как там все соблюдено, весь этот тепличный режим, который нужен. Вот появляются корешки, их видно. Так что происходит сейчас с теми листиками, которые мне пришли по почте. Даже самая лучшая упаковка, это вообще не гарант того, что еще там все у нас примется. Нужно учитывать этот момент, учиться. Это риск и продавца, и покупателя, что мы отправляем растения. Как с ними относятся на почте, ну всем нам известно. Никто там с нашими посылками не церемонится. То есть могут и задерживаться посылки в пути. Так как вы уже активно, в этом году прям какой-то бум случился, что очень много заказов. И я сама заказала, получила эти листики. Почему понравилось в зип-пакетах? Вот он, это весь заказ. Больше 20, по-моему, листов. Почему в индивидуальном? Когда ставишь тепличку, все-таки без обработки не обойтись. Там нужно все обработать, все листы. Если есть уже какие-то пятна смущающие при получении, то нужно обрабатывать хотя бы фитовермом и еще туда добавлять сельвент. Я покажу эти препараты. Как бы сельвент усиливает препарат химии и покрывает полностью растения. Почему об этом нужно сказать? Вот на нескольких листиках появились такие пятна. Но опять же, это процесс выращивания. От этого никуда не денешься. Нужно наблюдать за всем, смотреть. Есть замечательно, все отлично себя чувствуют. Ни один здесь не погиб из этого заказа. Но вот на некоторых появились пятна. Так вот еще. Я их уже показывала. Какие-то бурые идут пятна. Я свяжусь с тем человеком, который мне посылал. Спрошу совета, что это может быть. И также я всегда с вами на связи. То есть, если вы получили от меня посылочку и вас что-то уже смущает или там лист погиб или что-то произошло, я всегда на связи. Пишите мне, звоните по WhatsApp. Я всегда подскажу, отвечу буквально за каждый листик. Ну, так и должно происходить. Потому что это не колбаса и не платье, которое мы получаем. Это растение. Что еще и если ты даже получишь там отлично упакованный заказ, может что-то пойти не так. Вот еще один заказ. Он тоже отдельно у меня висит. Что происходит? У некоторых листов это можно понимать только, когда уже проходит время. Вот 27.05 я его сажала. У некоторых листиков стал портиться лист. Хотя корешки нужно сейчас будет проверить и посмотреть обязательно. Еще один лист. Пошло что-то, ну, как бы наверху. Смотрю, что уже опускается это все вниз. Так, корни есть. Тоже нужно это достать. И сейчас осмотреть, что с ними сделать, я покажу. И вот вообще уже получилось, что, опять же, это нехватка времени. Вот что-то происходит с листиками не то. То есть это опыт выращивания. Тут нет никакой вины продавца, потому что листья наши и поджаривают там в этих транспортировках. То есть может и машина застрять. Вот сейчас две посылки лежат мои в Химках 5 дней. То есть как я могу гарантировать, что там все придет отлично. Конечно, я буду на связи всегда. И подскажу, если все, конечно, погибло, я верну деньги. Либо сделаю еще один заказ, если человек согласится. Так как тоже получала из Белоруссии листики фиалок. Восемь лет назад мне отправила Татьяна Огородникова. Она тоже есть на ютубе. Если она сейчас занимается, рекомендую. Первая посылка ко мне пришла полностью в тряпку. Я ей написала, это было по почте электронной. Тогда еще не было такого расширенного контакта там ватсапа и всего. Она мне выслала еще один заказ, который тоже пришел вялый. Потому что это было лето. И летом очень опасно заказывать листья на дальние расстояния. То есть укорененные, да, они в любом случае уже там запустили свой рост, корни. Они дойдут в хорошем состоянии. А свежие листики, особенно, ну, шла эта посылка ко мне один раз 14 дней и второй раз 14 дней. Все это было июнь, июль. Но все-таки мне удалось с помощью эпина. Она мне посоветовала воспользоваться эпином. Я реанимировала эти листья и до сих пор меня радуют эти растения. То есть там из 14 сортов все-таки 10 мне удалось вырастить. И до сих пор они у меня есть. Если вы из Белоруссии, я вам рекомендую, найдите ее. У нее есть видео, наверное, ссылки, контакты ее. Потому как в страны СНГ я не отправляю свои глоксинии, фиалки. Это очень рискованно. Почтой растения отправлять нельзя. Это запрещено. Семена тоже нельзя. Могут оштрафовать. Я уже переместилась, чтобы показать наглядно. Открываем пакет и осматриваем, что происходит. Корни, да, я здесь вижу корни. Все замечательно. Достаем. Раз уже пошло такое дело, нужно что-то предпринимать. Сейчас осмотрим, что происходит. Да, корни пошли. Вот они идут. Замечательные. Что здесь можно сделать? Идет повреждение. Видимо, листик повредился во время транспортировки. Все-таки он был прижат или еще что-то. Чтобы не пошло дальше до ствола, можно отрезать буквой В. Вот так мы берем и срезаем. До светлой ткани. Нужно также вот оторвать и будет все замечательно. Дальше видно, что дальше продолжается. Ну, будем наблюдать. И такое бывает. Корни идут, а клубень не нарастает никакой. Что-то пошло с этим листом не так. Я сейчас попробую посадить еще раз. И на этом срезе, может, все-таки дождусь клубня. Раз он запустился, значит, он живет и не нужно ему мешать. Пусть он растет дальше. Посмотрим, понаблюдаем. Это все жизнь. И поэтому эти манипуляции должны быть, нужны быть. Все, я возвращаю в этот пакет и жду, когда там образуется клубень. Все это жизнь и выращивание. То есть, не такой, это простой прям процесс, чтобы все прям на отлично, на ура шло. Нужно учиться. И этими моментами я с вами делюсь. Когда это свои листы, понятно, не привыкшие к нашим условиям. Они там нигде, они не переносили никаких транспортировок. И все там укореняется отлично. А вот, которые мы получаем, да, бывают такие моменты, что нужно разбираться. И чтобы сохранить сорт, нужно еще постараться вырастить. Еще один лист, который уже начал портиться. Сейчас посмотрим, что там происходит. Нет, он не укоренился и просто он развалился. То есть, укоренения не произошло. Что можно здесь сделать. Что грунт есть, ничего страшного. Сейчас лист был маловат и жилки очень тоненькие. Если что-то и нарастет с этих жилок, то будет ура, замечательно. Если нет, значит нет. Таков процесс выращивания. То есть, этот лист можно разрезать. Из этих жилок, вот идет одна жилка, вторая, тоже нарастет клубенек. Я обрезала до светлой ткани. Вот, я обрезаю, что там пошло уже. Пошло далеко. Нужно было раньше с этим разобраться. И сейчас можно этот лист разрезать на жилы. Таким образом сажать вот этой жилкой. То есть, вот здесь может образоваться клубенек. Так, сейчас давайте все порежем. Посмотрим, понаблюдаем. Это процесс. Как бы без этого ничего ты не вырастешь. Пакеты я сейчас подпишу. Не буду занимать время. Опять же, буду сажать пакеты. Мне это нравится. Места и теплиц уже не хватает. Посмотрим, как все. Может, это все замечательно снова укоренится. То есть, этой жилой нужно вставить в грунт. Если у вас есть стаканчики, есть место, просто сажайте в стаканчики. Ну, тоже там нужно все следить, проверять. Таков процесс выращивания. Я попробую все, что было, сюда поместить. И так я поступала, когда листы не принимались. То есть, получала посылки. Листы не принимались. Даже в воде одну пыталась укоренить. Да, что-то там какие-то корешки росли. А потом все равно не получалось. Так, это я сейчас положу. Сейчас полью немножко. Как я показываю в предыдущих видео. Тут вообще какие-то маленькие. Тут уже вероятности нет. Когда крепкая жила, тогда можно спасти что-то еще укоренить. Но тоже вероятность уже здесь очень мала. Потому что лист сильно подгнил. Посмотрим, понаблюдаем. Вместе с вами буду наблюдать. Я сейчас положу так. Пусть он полежит. Полью позже. Такой вариант, что опять же идет из стволика у меня гниль какая-то. Макушка еще целая. То есть, я могу ее обрезать буквой В. Коробочку важную. Смотрим, что там с корнями. Да, корни. Нет, вот они завязались. Нет, отвалились. Все. Листу уже не помочь. Его только укоренить. Буквой В срезать. И то вероятности нет, что он там примется дальше. Так, и там. И дальше вот она уже расходится по жилам. Это гниль. Хотя сам хвостик видно, что он еще зеленый, крепкий. А вот пошла какая-то гниль. Что-то пошло с листом не то. Так, ну эту макушку попробуем укоренить, спасти все. А здесь еще нет, уже пошло далеко. Я думаю, что даже и сажать не стоит. Посадим одну макушку. Вот эти листики 2, да, 2 сорта еще там есть. Пошли какие-то пятна на самом листе. Но укоренение произошло. Вот видно, что светлые корни, они растут. Еще один лист. И у него уже тоже что-то происходит сверху. Но он укореняется. Видно корни. Поэтому буду наблюдать. Но сейчас сбрызну в пакет химикат. Какой химикат? От вас тоже поступают много вопросов. Какой химией пользоваться, если уж происходит такое. И от этого никто не застрахован. А вот вновь появляется новая химия. И мы тоже пытаемся там все разводить. Как мне подсказали, что один фитоверм не работает так прям шикарно. А когда добавляешь вот этот вот Сильвент Голд, это уменьшитель поверхностного натяжения. Применяется в баковой смеси с любыми пестицидами для более полного покрытия растений. То есть эта химия очень долго держится на растении и помогает им. Как разводится, я напишу в описании, чтобы вы именно следовали этой инструкции. Потому что разводить вот этот препарат разводится 4 миллилитра на 2 литра воды. И добавляется 1 миллилитр усилителя этого химиката, чтобы он поверхностно все заполонил. На этом все. Всем удачного выращивания, пышного цветения. И до новых встреч. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Мастерская Фиалки и ставьте лайки. Нам очень приятно.